Библейский портал экзегет.ру представляет 32 глава пророка Исаия, портал Экзегет. Я, Андрей Десницкий, читаю свой перевод с небольшими комментариями. 31 маленькая глава прошлая завершается тем, что Господь истребит так или иначе нечестие, разгромит Осирию, и всё будет как-то иначе. 32 глава описывает, как это будет. Скорее про Иерусалим и Иудею, но, в общем-то, про весь мир, потому что Иерусалим и Иудея, конечно, конкретные точки на карте или область на карте Иудея, но одновременно это некий такой центр мира. Не в том смысле, что всё, что вокруг, не имеет большого значения, а в том смысле, что именно там куётся история. Не в смысле политической истории, а Сирия, Египет, да, вот это державы, а в смысле некоторого такого содержательного развития человечества, как, собственно, ему жить и что ему делать. Тогда праведно будет царствовать царь, справедливо будут править правители. Давайте обратим внимание, что это в самом начале пророчества о каком-то удивительном времени. Праведно будет царствовать царь, справедливо будут править правители. Вы знаете, и такое бывает. На фоне вот всего того, что мы видим, однажды произойдет такое чудо. Каждый из них будет как стена от ветра, как крыша от непогоды, как потоки воды в пустыне, как тень большой скалы в земле иссохшей. А что такое хороший правитель? Это правитель, который завоевал много земель, который построил великие сооружения, который разбил врагов, который, я не знаю, там, прославился до края земли. Правитель, который стена от ветра и крыша от непогоды для своего народа. Вот, собственно, и все. Ведь это не что-то такое великое, да? Это всего лишь защита от невзгод для своих собственных людей. Как потоки воды в пустыне, тень большой скалы в земле иссохшей, да? То есть человек идет по пустыне, ему хочется пить, он на жаре страдает, и вот он нашел тенистое место и родник, и какую-то вот воду, которую можно пить. Вот такой должна быть государственная власть вот в этом идеальном своем исполнении. Не сомкнут глаз те, кто смотрит, внимательны будут те, кто услышит. Осмотрительным будет сердце торопливого, ясно заговорит язык заики. То есть, смотрите, речь идет про восприятие, про точное и внимательное восприятие окружающей действительности. Люди обычно очень склонны к шаблонам, к каким-то стереотипам, они не видят и не слышат. Вот начинается с того, что они будут это видеть ясно-хорошо, и они смогут это выразить. Заговорит язык заики. Глупца уже не назовут почтенным, а подлеца не сочтут благородным. Ведь глупец говорит глупости. Сердце его увлечено скверно. Если он лишает предательства и хулит Бога, пища лишает голодного, напиться не дает жаждущему. То есть, черное не зовут белым. И слово глупец по-русски, может быть, нас здесь смущает, потому что глупец не человек, который лишает пищи голодного и не дает напиться жаждущему. Это скорее человек, который ерунду какую-то говорит. Но здесь вот глупость – это не просто недостаток сообразительности, какая-то необразованность, какая-то там, я не знаю, невнятность в суждениях. Но это именно отказ от мудрости как принципа жизни. И можно быть очень хитрым человеком, а при этом полным глупцом вот с этой точки зрения. Оружие подлеца – коварство. Так он зло замышляет. Бедняков лживыми словами пленяет. Даже если нищий говорит справедливо. То есть, глупец – тот, кто отказывается от мудрости, подлец – тот, кто ее извращает. Тот, кто вместо справедливости что-то такое противоположное предлагает. А почтенный человек почтенно мыслит, берется лишь за почтенные дела. То есть, на первом месте мышление, на втором только действие. Понятно, что глупец – это, может быть, еще и человек, который, не обдумывая, совершает свои поступки. Отдельно он про женщин Исаия, как довольно часто это бывает у пророков и у Исаии в том числе. Может быть, потому что все эти глупцы, подлецы, наглецы – мы как-то видим мужчин в их роли. Но на самом деле это, конечно, относится ко всем. И поэтому женщины тут тоже упомянуты как бы отдельно, но в общем этом контексте. Беспечные женщины, встаньте, послушайте меня, беззаботные девушки, внимайте моим словам. Ну, то есть, специально обращают внимание, ты к вам тоже. Еще пройдет чуть больше года, и рухнет вся ваша беспечность. Сбор винограда не настанет, и урожая не будет. «Содрогнитесь беспечным, ужаснитесь беззаботно и снимите все свои одежды, рубящим опояжьтесь». Рубящая, то есть одежда траура. А что это вдруг? Только что шла речь про то, как шикарно все будет, когда будет некий должный порядок вещей, и вдруг сбор винограда, урожай, все это куда-то денется. Ну, собственно, переходный период. И он все время переходный. Вот пророк — это человек, который из этого переходного периода вещает и говорит, в общем, сразу обо всем, о том, как уходит нынешний несправедливый мир, как настает некий будущий справедливый, и какими бедствиями сопровождается этот переход. Но у него есть одна константа — это гибель нечестия, грядущее торжество праведности. Все остальное — подробности того, как это произойдет. «Будут бить себя в грудь из-за полей прекрасных, виноградников плодовитых». То есть тоже жест скорби, траура. «На земле моего народа вырастут терны колючки, и на месте всех домов, где ликовали, в городе теперь торжествующими. Будут оставлены чертоги, заброшен город многолюдный, вместо крепости и башни навеки раскинется степь, диким ослам на радость стадам для пастбищ». Вот это о чем? Об Иерусалиме или, скажем, о сирийских городах Ниневии и прочих столицах ее? У нее там несколько было главных центров. Вообще больше похоже на Иерусалим, потому что здесь о Сирии и Египет уже давно не упоминались, про них много-много было сказано. Но здесь вот речь скорее про сам народ. Но опять-таки это общая вещь. Иерусалим и Иудея, сакральный центр, священный центр, не в смысле того, что только там что-то происходит или только происходящее там имеет какое-то значение, в том смысле, что это некое испытательное поле, на котором происходит выравнивание отношений с Богом, драматичное иногда и очень даже трагическое. «Навеки раскинется степь, диким ослам на радость стадам для пастбищ, пока на нас не прольется дух свыше, и пустыня не станет садом, а сад не уподобится лесу». То есть пустыня зацветет, а цветущий уже сад станет таким густым, как лес. Противоречие навеки. Только что было сказано, навеки раскинется степь, пустыня, ну такая малоплодовитая земля. И, значит, не навеки, конечно. Навеки только в том смысле, что без вмешательства это так и останется. А есть то, что превосходит эти самые веки, есть то, что дает возможность какого-то нового, большего начала. «В пустыне поселится справедливость, праведность в саду прибудет, праведность принесет мир, праведность сотворит покой и безопасность навеки». То есть вот это самое действие духа, оно не просто благодатное такое произрастание плодов, но изменение образа жизни людей, возникновение чего-то другого, чего, может быть, до сих пор они себе не очень-то хотели, праведной жизни в этих самых садах, а от них уже, от этой праведной жизни и процветания садов. «Будет жить мой народ в городе мирном, в безопасных селениях, в обителях беспечальных. Град тогда пойдет на лес, а город сравняется с землей. Но сколько же можно переходить от одного к другому? Город мирный, лес, который, сад, который стал лесом, и град падет на лес, а вот на лес, а не на сад. А какой город сравняется с землей? Поэтому здесь есть конъюнктура, то есть исправление, пусть даже град побил весь лес, город сравняется с землей, но, то есть не точно мы понимаем смысл оригинала, но важно, что бедствия и благоденствия, они каким-то образом вновь смешиваются, и, собственно, все зависит от того, что выбирает человек. «Блаженны вы будете сей при всех водах, пускай там пастись вала и осла». То есть конец все-таки хороший, этот предпоследний стих, может быть, непонятый, может быть, искаженный, может быть, из какого-то другого места сюда переставленный, такое при переписывании рукописи бывает, не очень нам ясен, но он не очень-то и меняет общую картину. Бедствия и благоденствия как два состояния с переходными, естественно, вариантами, которые зависят, прежде всего, от отношений Бога и человека, или народа, который с этим, вот, Богом вступает в определенные отношения, и от его действий, собственно, и зависит, каким будет его окружающая среда. Град пойдет на лес или сад станет лесом.